Армия РФ ВСУ уничтожили колонну вражеской техники в Сиротино. Российская армия становится уязвимее в районе Сватова Луганской области. Командование хочет сохранить контроль над городом. Но наступательная способность врага низкая из-за острой нехватки боеприпасов и профессиональных бойцов, сообщает британская разведка. По данным Deep State Map, армия РФ пытается прорвать оборону украинских защитников в Харьковской области. Село Лиман Первый в Дворичанском районе, которое ранее находилось в зеленой зоне, перешло в красную зону, которая определяет оккупированные территории. Кроме того, в серой неопределенной зоне оказалось село Грениковка, которое находится в дворичанской поселковой общине Купинского района Харьковщины. ВСУ уничтожили вражескую базу в поселке Веселое Мелитопольского района. Как сообщил мэр Мелитополя Федоров, оккупанты оборудовали ее на территории одного из фермерских хозяйств. В офисном здании проживал личный состав врага, а рядом дислоцировалась военная техника. Потери подсчитываются. Украинские военные скоро получат новые снаряды калибра 152 мм, анонсировали в Укроборонпром. Так, концерн поздравил украинцев с днем достоинства. И добавил, снаряды получат все военные по всей линии фронта. США уже предоставили Украине помощи на 20 млрд долларов. Поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется, заверил глава Пентагона Остин. Литва решила пока не передавать Украине Зеркана Самс. В то же время отправить дополнительные боеприпасы для немецкой гаубицы «Панцергаубиц-2000». Люксембург поставит Украине военные автомобили «Хамви». В Италии заявили, что продолжат поставки оружия в Украину в следующем году. В Израиле заявили о готовности поставить высокоточные баллистические ракеты Украине, если Иран начнет поставлять свои России. Об этом на форуме в Бахрейне заявил глава Совета по нацбезопасности Израиля. Кроме того, страна выдвинула России ноту протеста в связи с поставками иранских дронов. Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством террористом и призвала создать специальный международный трибунал. Также в резолюции ассамблея выступила за увеличение поставок оружия в ИСУ и создание механизма взыскания репараций с Россией. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали шесть вражеских танков, пять боевых бронированных машин, две артсистемы и почти 400 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения потери армии РФ в Украине составляют почти 84 600 убитыми, сообщили в генштабе ВСУ. В Херсоне появилось граффити с главнокомандующим ВСУ Залужным. С нами Бог и атаман Залужный, гласит текст под ним. Это главные новости с фронта. Подпишись на канал, поставь лайки и комментарии под этим видео. Мы ценим обратную связь.